Вождение автомобиля – это очень ответственное и опасное занятие. От водителя зависит не только его жизнь, но и жизни других людей – пассажиров, пешеходов и владельцев других транспортных средств. Есть водители от Бога, поездка с которыми напоминает полет бабочки. Все легко, непринужденно и, главное, безопасно. Но бывает и наоборот, когда шофер настолько ненадежный, что ему лучше и самому не садиться за руль. Тут тоже не обошлось без влияния звезд. Статистика страховых компаний помогла определить самых худших и самых лучших водителей по знаку зодиака. Овен – чересчур самоуверенный, самонадеянный и импульсивный человек. Он привык жить в бешеном темпе. Он не представляет свою жизнь без скорости и адреналина. Он лишь позиционирует себя как ас и профи. Но из-за его несерьезного отношения к вождению и к правилам дорожного движения, в машину к нему лучше не садиться. Овен – худший водитель по знаку зодиака. Вождение авто в состоянии алкогольного опьянения и частые ДТП серьезно портят репутацию правильных и рациональных козерогов. Да, расслабляться тоже надо, но уж точно не за рулем. Лишь завязав с этой привычкой и доработав свои умения, козероги смогут улучшить такую статистику. Амбициозный, упрямый и довольно сосредоточенный телец, увы, не король автобана. Он третий в числе тех, кто чаще всего нарушает правила вождения и поведения на дороге. Неправильная парковка или превышение скорости – это цветочки. Подопечный этого знака может попасть в передрягу, после которой у него вообще заберут права. Рак – знак чувствительных и эмоциональных людей. В обычной жизни им частенько удается избежать какой-то опасности. Но вот на дороге они становятся совершенно беззащитными созданиями. Превышение скорости – не единственное их нарушение. Нередко они не справляются с управлением и попадают в ДТП. Стрелец нередко становится виновником дорожно-транспортных происшествий. Жажда приключений, легкомысленность и присущий ему авантюризм – это главные причины для превышения скорости. Все просто, без острых ощущений. Он просто не представляет свою жизнь. Весы не самые надежные водители, но и злостными нарушителями их не назовешь. Их желание восстановить справедливость на дороге может иметь плохие последствия. Они стремятся все сделать правильно, но плохо чувствуют других водителей, поэтому тоже иногда попадают в аварии. Скорпион – знак мудрых и умных людей. Однако до звания идеальных водителей им далеко. Во-первых, они часто ошибаются, когда нужно перестроиться из ряда в ряд или быстро среагировать на что-то. А во-вторых, частенько позволяют себе ездить в нетрезвом виде. Близнецы жаждут ярких эмоций и сильных впечатлений, поэтому просто обожают езду на большой скорости. Они получают не только штрафы за превышение скорости, но и могут на какое-то время лишиться прав. Впрочем, они просто живут в таком бешеном ритме жизни. Дева очень ответственно подходит к вопросам техосмотра и каким-то мелким деталям. Но несмотря на присущую ей рациональность и практичность, ее нельзя назвать очень хорошим водителем. Превышение скорости – это самая частая причина для получения штрафа. Несмотря на неординарность, присущую водолею, за рулем подопечный этого знака ведет себя очень правильно и рассудительно. Он никогда не отвлекается от дороги и крайне редко может позволить себе какие-то маленькие безрассудства за рулем. Рыбы действительно дружат с баранкой, водят аккуратно и не нарушают правила дорожного движения. Единственный грешок, который за ними числится – наличие алкоголя в крови. Но это случается нечасто. Самыми лучшими, аккуратными и осторожными водителями признаны люди, рожденные под знаком льва. Они предпочитают машины дорогих марок, внедорожники или грузовые фуры. Они реже других становятся участниками ДТП и практически никогда не превышают скорость. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NamedB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.